привет 12 неделя и первый скрининг я наконец-таки дождалась того момента когда кошка приходит чтобы ее гладили наконец-то для этого потребовалось мне ждать 4 месяца где-то наверное 7 будет или уже есть наконец-таки она приходит ко мне чтобы я не угладила и мурчит ура я так долго действительно этого ждала я может сказать ради этого и заводила а еще у меня появились вот такие закваски на основе натуральных микроорганизмов каждый закваски свой состав и свое предназначение а также имеется свою группу возраста например у меня есть те которые можно давать детям от года также можно сделать греческий йогурт сметану ряженку сыр мацони очень много всего можно сделать и поэкспериментировать каждой упаковке идет подробная инструкция готовить буду йогурт и мне понадобится одно саше на один литр обычного магазинского молока подогрела до 39 градусов добавила один стик и тщательно перемешала разлила вот по формочкам с ранее заготовленным и простерилизованным завязала на всякий случай тряпочкой чтоб сверху не пылились и поставила к батарее приблизительно на 14 часов также еще решила сделать творог инструкция вся та же самое за исключением конца и хочу сделать его в мультиварке все у меня получилось творог тоже получился все очень понятно и легко по инструкции если смогла сделать я то сможете сделать и вы по вкусу йогурт очень похож на тот который продается вот именно в таких баночках и сверху припечатан фольгой я уже не вспомню название но по вкусу именно один в один купить такие саше можно в магазине баг здрав ссылки я оставлю внизу и по моему промокоду валерия двести двадцать пять вы получите скидку 10 процентов на свой заказ морожь а морожь и прикольно корову ну вот мы и дома вот ли невролога сходили джиньком сказали нам что вроде все хорошо но скорее всего его задержка речи от того что он родился на месяц раньше выписали нам магний еще какую-то успокоительную травку потому что он и ночью плохо спит просыпается часто пока вот только витаминками месяца и посмотреть как он станет спокойнее не поспокойней и ну если ничего не будет помогать тогда уже назначить какие-то препараты для симуляции речи вот в принципе он все знает на свой возраст как я говорила но только вот страдает у нас речь она как-то очень медленно развивается и очень неохотно а так все у нас хорошо еще рассказала юрия о том что она будет еще один малыш да юра как тебе эта новость хорошо кого хочешь братика сестренку сестренку почему потому что ну почему а потому что с ней можно играть что с братика нельзя играть будет еще один жене а если все таки будет мой братик ну тут уж мы с тобой бессильны а тогда хотелось бы сестренку маленькую девочку я смотрю на милые вещи для девочки потому что я уверена что мне будет девочка а скрининг все ближе и ближе даже как поздно вдруг я не право с такими вещей уже себе выбрал у меня даже они есть отложены и так страшно ошибиться так хочется скорее купить одеть примерить это крепный супчик хоть не его и нельзя не рекомендуется на его съем уже вторую тарелку ну и кусочек меня работающий за компьютером у нас было собрание по зуму поэтому здесь вот я разговариваю что-то пишу а так обычно я сижу на телефоне и в компьютере что-то пишу забиваю звоню такова уже работа логиста кстати хотела вам показать свои новые покупочки платьишки купила в коллинсе по уценке довольно хорошие как раз таки сейчас можно будет их носить сначала думала купить их для дома потом оказалось что они вроде ничего особенно вот это вот красненькая его можно будет одеть куда-нибудь в гости или на прием к врачу также купила себе белую блузочку можно также одевать ее с животиком она достаточно свободная позволяет это сделать ну либо уже после родов смогу ее одевать и купила кофточку на валберисе как и джинсы джинсы у меня специальные для беременных под животик снизу ссылочки оставлю в описании я дошила наволочку на подушечку желтенькую он она там внутри такая вот наволочка чтобы не просто все желтенькое в горошек было а хоть немножечко разнообразие и также сейчас купила молнию делаю вот этот вот кокон спальный мешок забыла как называется короче ну получается конечно не так как в магазине но довольно неплохо для моих кривых рук скажу так в общем это я сделаю сама потом может возьму маму машинку и все это красивенько прострочу а пока вот так вот немножко криво еще у нас прекрасная новость на два месяца отключили лифт а мы живем на девятом этаже это жесть я пошла только до четвертого уже запыхалась а как ходить с детьми на девятом я не представляю сейчас быстренько приготовлю ужин пока детей нету у меня будет просто жареная картошечка в новой красивой формочки и наконец-таки расскажу вам как прошел у меня первый скрининг и собственно посещение офтальмолога только пришла домой всего что у меня сегодня было глаза у меня еще в норму не пришли поэтому такие огромные в них в них в очках ничего не видно в телефоне только над снимать очки когда если что-то прочитать посмотреть короче буду сегодня ходить целый день с такими огромными глазами сделала и кг сделала проверили сетчатку глаза все нормально и есть что-то такое не критическое которое ни на что не влияет сказали прийти в 30 недель еще потом повторно проверить ну в принципе все хорошо вот я просто запыхалась на 9 этаж подниматься это конечно капец а так придется еще делать до декабря у нас две два месяца будут ремонтировать липт ставить новый и это кошмар какое испытание ноги накачаю только так на скрининге тоже все хорошо малыш или малышка я не знаю я попросила не говорить мне пол но потом сможем узнаем уплатного узи когда будет уже недели побольше и будет вариант не ошибиться все хорошо малыш соответствует строку носик нормальный я помню с юрой мне носик был на 1 миллиметр короче нормы еще и неправильно сдала кровь скрининговую это дам короче такой капец был поэтому теперь я очень сильно боюсь сдавать каждый скрининг каждую кровь и стараюсь перед ней вообще ничего не есть не знаю влияет это не влияет на я стараюсь очень ничего не есть чтобы все было нормально ну конечно мне пришлось перед у узи здесь есть шоколадку чтобы малыш шевелился ну и он шевелился убегал от датчика только так меня просили и так лечит так и сяк чтобы посмотреть все убегал и убегал или убегала не знаю очень было великое желание узнать но все-таки не узнала пока остается тайной кто же у нас будет на следующей неделе пойду к врачу посмотрим и кг и еще какие-то по моему анализы я сдавала ну и все вот на этом заканчивается 12 неделька увидимся с вами на следующий на 13